Приветствую всех любителей вышивки! У меня сейчас будет довольно большой участок вышивки одним цветом, белым. Это немножко скучно, но в то же время это легко и дает возможность немножко поговорить. А поговорить я хочу с вами о вышивальных приметах. Точнее ответить на вопросы. Я боюсь ник неправильно назвать. Сейчас Надежда предложила нам этот тег. Вышивальные предметы, фаворит, хобби. Если что не так, Наденька, вы меня извините, пожалуйста. Если неправильно назвала я ваш ник. Итак, вопросов здесь всего 5. Поэтому, думаю, ответить на них будет несложно. Я особо не готовилась. Просто девчонки снимают его. Многие уже приняли участие в СП вышивальные предметы. Я, совместники, решила не участвовать. По той простой причине, что я уже пробовала. Поняла, что вышивка по срокам каким-то определенным, она меня напрягает. Совместники не для меня. Но параллельно, что-то вместе со всеми, такое я, конечно, буду вышивать. И даже, наверное, расскажу, что и как. Итак, первый вопрос, который предложила Надежда. Верите ли вы в вышивальные предметы? Почему и какие ощущения при этом вы ощущаете? Вышивальные предметы верю я в хорошие, в добрые, в позитивные. Почему верю? Потому что я верю в визуализацию ваших желаний, ваших мечтаний, ваших мыслей. Материализацию мыслей, слов. Вот в это я во всё верю. Отсюда моя вера и в то, что вышивальные предметы работают. Они работают как визуализация, я считаю. Как материализация наших мыслей, желаний и мечтаний. Прошу прощения, мне пришлось немножко прерваться. Всё-таки живу я не одна. И площадь, она нужна не только мне одной в этой квартире. А снимать мне приходится только, я могу только в выходные. Потому что, ну, будни уже совсем мне не получается снимать. И я ещё сейчас учусь. На переподготовку пошла учиться. Мы что-то предполагаем, а жизнь располагает. Сложились так обстоятельства, что мне нужно пройти ещё обучение. Так, и мы остановились на первом вопросе. Я говорила, почему я верю в вышивальные предметы. Я говорила о том, что я верю в это, потому что верю в материализацию, визуализацию наших мыслей, наших мечтаний, наших желаний. Верю в то, что Вселенная нас слышит и даёт нам то, что мы у неё просим. Поэтому мечтайте, желайте, но желайте только добро. Мечтайте о добром, потому что этот закон придумала не я. Увы, зло порождает только зло. Ну, это я вот что-то кофе лосо стоит, видать, решила, пока ниточка скользит сквозь канву и немного отвлеклась, извините. Может, я это и вырежу. Итак, второй вопрос. Расскажите, как вы узнали о вышивальных приметах? Честно скажу, не помню. Но это по всей виду, это как-то на форумах я узнала. Что там домики вышиваются, к чему. Ну, где-то вот какой-то форум я читала, и кто-то что-то об этом сказал. А потом уже я стала искать намеренно информацию. И даже покупала наборы именно по приметам. Вот я искала целенаправленно домик, который хотела выше для улучшения жилищных условий. И намеренно искала дизайны домиков. Ну, даже купила. Мы выбирали с мужем набор домика. Ну, даже... Это был набор от Белоснежки. Они повторили дизайн фирмы Буцилла. По-моему, называется он Летняя симфония. Не знаю, как у Буцилла называется. Но Белоснежки Летняя симфония. Такой белый дом. Вот он именно такой, как вот мне бы хотелось жить. Ну, и мужу он очень тоже понравился. Но как-то вот все, до него руки не дошли. Не знаю. Немножко меня смущает пиксельность самого дизайна. Или, может быть, не время пока. Но как-то вот руки не дошли. Ну, и, в общем-то, я покупала, помню, что... Хотела тоже ирисы выше, джуравлей. Мне и сами эти птицы нравятся. И дизайн я покупала с тем, с той мыслью, что вот, по примете и вышить. Ну, в том плане, что птицы мне эти сами очень нравятся, журавли. А если еще и такая примета замечательная работает, ну, то вдвойне, значит, желание у меня увеличилось. Вышить их почему нет? Вот. Ну, как-то так. Третий вопрос. Какие ваши работы связаны или подходят под тему вышивальных примет? Ну, в общем-то, я еще, наверное, ни одну работу не вышила, которая бы подходила под тему вышивальных примет. Хотя я в моей хомячьей норке, в моих запасняках достаточно таких сюжетов. Это и домики, это и ирисы, и журавли, это и волчья пара. Ну, оно не то, чтобы вот я вот хочу вышить эту примету и все. Нет. Вот мне очень понравился просто этот дизайн. Вот волчья пара я увидела на YouTube. Девушка показывала схему вышивки бисером и все. И я это, как увидела, ну, спать не могла, пока не куплю. И свои лапки, как говорится, не загребусь и не загребу. И я очень хочу начать в этом году вышивать этот сюжет. В общем, таких у меня много достаточно. У меня есть и птицы счастья. И вот дочь у меня вышивала и фазанчиков. Это пара птиц. Ну, что еще у меня тоже? Там целая деревенька зеленая у меня. И бисерный домик есть у меня. Но оно больше мне вот просто нравится, что как сам дизайнчик. В общем, я прям стремлюсь именно эту примету вышить. Хотя, если это еще и прекрасно действует. Единственное, что... Ну, и тоже мне очень просто дизайн понравился. И еще я когда узнала, что работает такая примета, ну, да, я не захотела. Карпов. Карпов процветания. Я, конечно, больше купила его как выживальную примету. То есть, в первую очередь, мне понравилась именно примета. какая работает с ними. А во вторую очередь, вот, я уже выбирала, каких карпов я буду вышивать. Потому что на сегодняшний день 3-4 дизайна где-то существует. Всевозможных карпов. Но я выбрала именно этих. Эти мне больше всего понравились. Вот. Есть еще очень красивые карпы прыгуны. Такой вот прям. Ну, как-то очень натуральные там рыбки такие. С чешуей. Красиво, конечно. Но почему-то я не захотела вышивать именно этих прыгунов. Надежда Антонова. Это такая... Такой дизайн есть. И, по-моему, белоснежки тоже эти прыгуны. Карпы есть. Еще где-то я видела какую-то фирму. Но я на них не решилась. Вот. А так достаточно много работ, которые бы подходили под вышивальные предметы. У будущих. Не вышитых, а будущих, наверное. И так. Сбылись ли ваши желания после или во время вышивки данных работ? Ну, вот что я хочу сказать, да, что... Все-таки, вот, наверное, как я в это верю, так это и срабатывает. По вере воздается, наверное. Вот верю я в то, что это срабатывает как материализация определенная, как визуализация. Вот так оно, наверное, и срабатывает. Я уже рассказывала, да, что когда вышивала... Ого. Придется перевернуть канву. Когда вышивала я мужу подарочек. Так, сейчас прервусь, потому что тут запутался у меня узелочек. И вернусь к вам позже. И так, я уже рассказывала в одном из видео, что когда я вышивала мужу подарочек кота с икрой, то икра в моем доме, она и появилась. Не такой уж она и частый гость у меня в доме, но она в тот момент появилась. Причем и черная, и белая. Ой, и белая, и красная. Вышиваю белым. Когда я вышивала... Вот у меня в тот момент это было лето, июль месяц. Я заканчивала уже вышивать свою пантеру черную, полнолуние. Значит, и моя дочь начала вышивать белую кошечку с белым котенком. И, вы знаете, в тот момент у меня в доме появились кошка и котята. Причем среди кошек... Котет был... Когда он родился, только был один черный даже котенок был. Правда, он потом перерос и стал похож на маму, такой полосатик. То есть, как-то сработала, как визуализация больше, материализация, да. Стала я вся мыслями, вся каждый день заниматься кошкой. Кошки в доме и появились у нас. Там были два чудных белых котенка. Остальные были дымчатые, да и полосатики были такие. Так что, мой опыт, он подтверждает о том, что нужно... Вот с какими мыслями, наверное, садишься за вышивку, то у тебя, наверное, и будет. Как-то так. Вот, а другого ничего я пока на сегодняшний день не вышивала, поэтому желаний на вышивку особо не загадывала, кроме одного там. Ну, это не для эфира, наверное, то, что я вышивала, оберег. Итак, пятый вопрос. Планируете ли вы вышивать дизайны, которые относятся к вышивальным приметам и какие? Ну, частично я уже на этот вопрос ответила, что у меня очень много наборов дизайнов, которые именно относятся к вышивальным приметам. И я, да, я планирую их вышивать. В ближайшее время я планирую начать от Карпов процветания и Даму в шляпе. Кстати, что касается похудения и легенд этой Дамы в шляпе, то легенды ходят именно о даме в синей шляпе от Вирвака. И я, наверное, сейчас вставлю все-таки вам эту картинку. Я посмотрела на данный сюжет. Меня как-то она не вдохновила. Вот именно конкретно эта дама. Шляпа, конечно, у нее красивая, а сама дама как-то вот, ну, не впечатлила на меня. Ну, не захотелось мне ее вышивать. И я решила поискать других дам. Вообще говорится о том, что для похудения надо вышивать Даму в шляпе. И о том, что ходят легенды именно о Даме в синей шляпе от Вирвака. Все. Что там еще более конкретного такого нету? Ну, посмотрим, как все сработает. Хотя я уже говорила, что верю прежде всего, что это сработает как визуализация, как материализация. Вот. Дополнительное мотивирование, наверное, себя. А так у меня еще много. И волчья пара в этом году у меня будет. И тигров я влюбленных вышиваю тоже. И тигры вообще они символ мудрости, да. Леопардов в этом году, правда, не будет у меня леопардов. Ну, очень много таких вот у меня сюжетов, которые можно в разряд вышивальных примет перенести. Так что, вся буду я в добрых, в хороших, в позитивных таких мыслях, всевозможных, связанных с моей вышивкой. Ну, вот, пожалуй, на этом и все. Я желаю вам легкие крестики, быстрые иголочки, ровных бисеринок. И чтобы ваши вышивальные приметы, те наборы, которые вы будете вышивать, те сюжеты, которые вы будете вышивать, подбором, набором, не важно. Но чтобы они вам приносили только все хорошее, чтобы сбывались все хорошие приметы. Я вам искренне этого желаю. Надеюсь, вам было со мной интересно. Пока-пока.